Съела сладкое или там съела молочное и утром прыщ Если кожа здорова и мы съели кусок торта, никогда это не вызовет никаких высыпаний Я ела утром горсть малины, вечером горсть креветок Я не буду есть целый день, чтобы в новогоднюю ночь нормально так дать Венею очень быстро Праздник очень короткий 200 таблеток активировано угля, прям забарная стойка Девочки, даже те, которые качают пресс, после еды у них надувается живот 89% всех раков желудка, причина хеликобактер пилори Всем привет, я рада вас видеть на своем канале Под серией с неудобными вопросами трихологу вы просили задать вопросы к гастроэнтерологу Сегодня у меня в гостях, здравствуйте, Марьяна Малинмоненко, гастроэнтеролог Лично мой, кстати Да, познакомились мы как раз на приеме, когда я пришла со своим запросом И у нас получился очень классный диалог, и мне пришла идея пригласить вас к себе Спасибо, что вы пришли Спасибо, что пригласили Сегодня у нас будут не самые удобные вопросы, но они насущные Меня больше всего интересует последний вопрос, но я вижу вам последним Есть много вопросов, которые стесняются озвучить Озвучивать сегодня их буду я, я тоже стесняюсь, но меня никто не спрашивал И первый, что означает налет на языке? Более чем 10 лет работы, я видела много языков И чтобы налет был патологическим, но это 2-3% у пациентов Это абсолютно нормально, иметь белесоватый налет на языке, который усиливается корню языка Это называется языковая мантия А как вот эти вот щетки есть такие специальные, типа флосс такой широкий, и ты им чистишь язык Это имеет вообще какой-то логику? Язык чистить нужно Вот когда гигиена зубов, мы чистим язык, но без особых усилий Потому что сосочки языка не любят грубости Чистим зубы, немножко почистили язык, утром-вечером этого абсолютно достаточно Серьезно? Да Вот это для меня новость, не знаю, как для вас, но я прям, я видела эти щетки Ну иногда, наверное, я тоже прочесываю язык, но так, чтобы это было на постоянной основе, такого нет Следующий вопрос Девочки, даже те, которые качают пресс, наблюдают, что после еды у них вываливается, вздувается, надувается живот Связано это с мышцами пресса, либо это все-таки проблемы с кишечником? Ну, начнем с того, что если мы едим, это плюс объем, который в нас заходит Например, 400 грамм еды, плюс сок, желудочный сок, сок поджелудочной железы, желчь, слюна Это все создает объем У человека всегда увеличивается живот, но всем повезло по-разному В некоторых случаях это краниокаудальный размер, то есть в длину увеличивается живот А в некоторых случаях это в ширину, дарзально-вентральный То есть это нормально поесть и иметь после еды сразу объем Вот так вот Вот так вот, да Животик увеличивается, там активно происходит работа Желудок, блендер наш мешает эту еду Соки, еда, это все объем заходит в тонкую кишку И какой-то период должен пройти И живот снова уменьшится Если это слишком долго, если это дискомфортно, если это боль, если это какие-то еще симптомы Да, нужно разбираться Но просто увеличение в объеме живота после еды является абсолютной нормой Вот поэтому я не ем вообще, в принципе, на ивентах Никогда Да, если вы не смотрели эту серию, как раз про то, какие способы эффективны для того, чтобы живот был плоским И у меня там есть как раз о том, что повязывайте ниточку, это будет помогать вам контролировать Я тоже посмотрю Есть девочки, которые летают исключительно с разными слабительными препаратами Либо там глицериновые свечи Так как после перелета страдают запорами Есть девочки, которые страдают запорами после стресса А есть девочки, которые просто, не знаю, в новых отношениях съезжаются с парнем И у них такая проблема Либо совместный отдых с парнем Казалось бы, нет стресса Все отлично Но на одной территории сложно, в общем, это сделать Поэтому я хочу спросить Есть ли связь между питанием и запорами? И есть ли какие-то рекомендации, как это победить? Здесь есть связь даже между какими-то социальными моментами Потому что вот если разделить, что во время перелета Да, вот поездка в аэропорт, перелет Человеку сложно сходить в туалет по-большому В незнакомом месте, неудобно, некомфортно Человек просто гасит позыв этот Потом это может утруднить акт дефекации на следующий день Когда съезжаются с парнем Тоже это абсолютно социальный момент Наша психика может сделать многое И при здоровом кишечнике мы сами тормозим наши походы в туалет Часто при, опять-таки, перелетах, вот этот вот день Мы мало едим, мало едим нужных продуктов Для того, чтобы сходить нормально в туалет Прежде всего клетчатка, салаты, каша Мы питаемся в сухомятку, безусловно, может быть один день без похода в туалет Окей, это тоже не так страшно Абсолютно нормально взять какой-нибудь псиллиум Взять, покушать больше клетчатки Учесть какие-то моменты в питании, которые могут стимулировать акт дефекации Вы сказали, что один день это нормально Да Сколько ненормально, не посещаясь Считается нормой похода в туалет от трех раз в день до трех раз в неделю А вот использование вот таких вещей, как там слабительные средства и глицериновые свечи Как часто допустимо вообще их иметь Ну, потому что когда я работала моделью и много летала и ничего не ела Ну, без этого вообще, мне кажется, не жила очень долгий период времени Чаи вот эти вот все, ну, вот с этими экстрактами слабительного Ну, вы же понимаете, чтобы сходить в туалет, нужно, чтобы было чем сходить в туалет Нужна еда Неразумно не есть, а потом пить слабительное средство Ну, если уже вы говорите, вот этот вот резервуар кишки, да, там всегда-всегда остаются кусочки Нужно ли делать вот эти вот чистки, там, я не знаю, арбузные, там, с косточками Ну, разные есть чистки, вот эти вот народные и ненародные Не знаю, чего народ так кинулся в последнее время чистить толстую кишку Да, кстати Это всего лишь кал, который есть у всех Это нормально, что он какое-то время пребывает в толстой кишке Потом, когда резервуар заполнится, мы будем есть еду И тот кал уже отработанный, он выйдет С какой целью просто промыть кишку, форсировать, я не знаю Этот кал не является токсичным То есть колонна терапия не рекомендовала? Ни в коем случае, мы нарушаем, можем вмешаться в наш микробиом И это не физиологично Я не вижу, не только я, я как бы опираюсь на научное исследование, на руководство И никто не советует просто вот при состоянии полного здоровья взять и сделать себе гидроколонна терапию Или делать какие-то очистительные клизмы Или пить масла, чтобы просто прослабило и вышел кал, который в норме выйдет, если нет патологии кишки А если есть патологии кишки, значит нужно пойти к врачу и разобраться А не просто делать какие-то клизмы и как-то там чистить Это все мракобесие В питьевой режим просится вопрос Как мы считаем? Мы берем вес, рост, делим на что-то, умножаем на какой-то объем Это уже давно ушло в небытие Потому что когда-то на фронте кто-то пил, точно не помню откуда это пошло 30 мл на килограмм Ну на самом деле я советую по пробуждению пить стакан воды Когда хочется человеку пить воду И не только воду, это может быть чай, это может быть жидкость Любая, потому что как-то сейчас так разделяют Чистой воды нужно пить там какое-то количество Чай это не вода Вся жидкость нам подойдет Мы ориентируемся на цвет нашей мочи Моча должна быть светлой, моча должна быть прозрачной Я советую своим пациентам простые правила Встал, выпил стакан воды, выпил стакан кофе, выпил стакан воды И на протяжении дня просто не забывайте о том, что нужно пить воду Ну упиваться и напивать вот 2 литра воды в день это... Насущная проблема, сейчас эта проблема беспокоит лично меня меньше Потому что все ходят в масках и я не ощущаю У меня просто с запахами катастрофа Я их слышу за километр Неприятный запах изо рта, о чем он говорит и что с этим делать? Нашу ротовую полость населяют бактерии И есть часть бактерий, которые могут источать зловонные запахи Эти бактерии питаются белком, они источают запах сероводорода, как тухлых яиц И запах метилмеркаптурина, который как запах навоза И эти запахи могут усиливаться, когда, например, физиологически, это когда это нормально Например, после сна человек спит, слюнные железы меньше работают и запах усиливается Второй момент, когда человек есть слишком много белка, тоже этот запах может усиливаться Третий момент, когда человек пьет мало воды, тоже запах может усиливаться Когда он много раз говорит и пересыхает полость ротовая, тоже этот запах может усиливаться Попьем водички? Попьем водички, кушаем достаточное количество овощей и фруктов После сна абсолютно нормально иметь запах изо рта, ну, так вот повелось Вообще, в целом, этот запах, он исходит исключительно из ротовой полости или он поднимается из желудка? Тот запах, который я только что описала, он исключительно в ротовой полости Запах из желудка при патологиях желудочно-кишечного тракта может возникать, но это очень и очень редко Раздельное питание, есть ли в нем польза? Я не знаю, кто его придумал, но если взять физиологию, пища заходит к нам в организм Она во рту 15-20 секунд, в желудке от часу до 6 часов, в тонкой кишке еще какое-то время, в толстой кишке То есть от входа до выхода, от суток до трех суток еда в человеке Как можно придумать раздельное питание? Вот это как? Нужно огурец съедать в 8 утра, а помидор в 5 часов вечера, чтобы они не встретились И я не знаю, и наука не знает, знают только маркетологи, блогеры Моя история про раздельное питание, это когда в 2005 году я решила, что я на раздельном питании И решила, что буду есть отдельно все продукты Я ела утром горсть малины, вечером горсть креветок, они никогда не встречались А почему именно малина и креветки? Потому что я вычитала, что креветки это чистый белок, а малину я просто любила Сколько раз рекомендовано жевать гастроэнтерологами? Такой нормы нет В смысле? На каждый зуб есть такое На каждый зуб сто раз, да, я тоже пыталась найти 32 раза А, 32 раза на каждый зуб У меня сто Были у меня моменты, когда люди кусали очень большой кусок копченой колбасы, твердой И приходили со спазмом, колбаса не могла пройти из пищевода в желудок Или звонили мне в панике, когда кусали слишком большой кусок сливы Либо хурмы сейчас сезон Тогда могут возникнуть проблемы чисто прохождения и спазма боли и дискомфорта Поэтому лучше качественно, нормально переживать И вопрос, я уже разбирала этот вопрос с диетологом Я вообще противник, сразу говорю, всех этих смузи и жидкой формы питания, которые не нужно жевать Но есть же сейчас тоже все эти программы, на которые нужно сесть Ну, очиститься это мы уже поняли, что это фигня Но вообще, когда весь процесс для вас, для гастроэнтерологов Важно, чтобы процесс переваривания пищи начинался с сорта Или можно, в принципе, пожить на жидком там 10-14 дней С какой целью? Это же... Детокс? Нет, детокса нету никакого в этом Зубы нам даны для того, чтобы жевать Если, не дай бог, у нас что-нибудь с зубами в какой-то период мы не можем жевать Например, у меня была пациентка, говорит, маляры удалила Не могла жевать Шубу взблендерила, выпила, пришла ко мне с острым панкреатитом Если человек здоров, все у него в порядке с зубами Обязательно он должен жевать Это даже на гормональном уровне завязано Вот он жует, и это правильно Дальше он глотает и желудок доперемешивает, и это правильно Организм очень умный У нас не все так просто, все природой продумано Так должно быть Может ли помочь гастроэнтеролог вылечить вагенит? А можно? Что такое вагенит? Это воспаление слизистой оболочки влагалища И это тоже нередкая жалоба, с которой ко мне приходят пациентки Которых отправляют в гинекологи Но вагенит это заболевание влагалища Да, делают бак-пассив и находят там кишечную палочку Как кишечная палочка может попасть во влагалище? Ну, это из промежности, да И через рактовагинальный свищ это крайне редко бывает Но если во влагалище нормальная пашь, во влагалище кисло А в кишке щелочная среда Ни одна бактерия чужая не выживет во влагалище Поэтому если это вагенит, даже если там кишечная палочка Значит, что-то не так с PH влагалище Все вопросы к влагалищу Хорошо, а следующий вопрос Насколько вредны стринги? Это больше вопрос к проктологу и к гинекологу Если какие-то дискомфорты вызывают ношение такого вида белья Ну что, типа они туда-сюда и переносят туда-сюда бактерии? Ну, это я вам говорю то, что накопала Ну, если нормальное здоровое влагалище с нормальным PH То, например, если какая-то чужеродная бактерия туда постучится И ему скажут, что нет, у нас слишком кисло, ты сюда не зайдешь Можно ли вылечить акне и другие высыпания у гастроэнтеролога? Нет Дерматолог Да, потому что акне, если это акне Это хроническое, генетически обусловленное заболевание кожи Нарушается работа сальной железы И это лечится у дерматолога Часто приходят пациенты к гастроэнтерологу и отправляют их к дерматологу И это правильно с той стороны, что любое заболевание, например, гастроэнтерологическое Это может усугубить течение акне Или препятствовать выздоровлению Но первопричиной никогда не будут проблемы с гастроэнтерологией Ну а есть такое, что девочки говорят, съела сладкое или там съела молочное и утром прыщ Это не аллергия на молочку, как правило, и не аллергия на сладкое Просто все продукты, которые имеют высокий гликемический индекс Там запускается уже гормональная такая карусель воздействия Инсулин, глобулин, который связывает половые гормоны, тестостерон, который не связывается, андрогены, которые повышаются И идет влияние опять на сальную железу и возникает высыпание То есть не виновата здесь гастроэнтерология И не виноваты эти продукты Если бы не было скомпрометированной сальной железы, которая будет реагировать на эти гормоны, которые в норме у нас циркулируют То никогда при здоровой коже сладкие продукты не дадут нам усиление высыпания Суть такова, если кожа здорова и мы съели кусок торта, никогда это не вызовет никаких высыпаний Проблема в коже, а не в куске торта Но эти продукты действительно, пока кожа болеет, могут усугублять это состояние О, вот это очень важно Вопрос к специалисту Как разгрузиться после праздников? Никак Есть же такое, что вы ел, 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 ел несколько дней, перегружал шуба, оливье, бутерброды с икрой и сливочным маслом Рецепты, рецепты пошли Заноси реквизит, сейчас будем салат делать Ну может быть, не знаю, уйти на интервальное голодание Или отказаться от еды, сделать разгрузочный день 1, 2, 3, можно, 4 На самом деле разгрузочных дней делать не нужно Потому что для организма это будет еще большим стрессом Вот мы ели 4000 калорий сегодня, а завтра мы будем есть 800 Просто призываю вернуться к нормальному, сбалансированному режиму питания Не нужно ни в коем случае сголодать Это ничего не даст, даже если вы поднабрали килограмм за праздник Это все в кишечнике, это вода, оно есть, когда вы начнете нормально кушать Все само собой уйдет, не мучайте свой организм А я вот люблю через боль и через наказание А это наказать Да, надо наказать, ну вот наказать Молитва, помолиться, попросить прощения Ну вот наказать тебя после еды Вот мы вчера с Мартиной ужинали, я говорю, Мартина, завтра у нас разгрузочный день Она смотрит на меня и говорит, с чего? Я говорю, ну в смысле? Мы вот поели с тобой вот сейчас пол восьмого Мы так наелись, надо вот завтра вообще ничего есть Она такая говорит, слушай, ты делай вообще что хочешь, вот реально А я буду кушать сбалансированное и нормально И это правильно Ну если сильно хочется, ну сделайте на неделе день без мяса или овощной просто день У кого-то день на неделе с мясом, просто в смысле один день есть с мясом А у кого-то сделайте день без мяса Есть ли какие-то рекомендации от доктора, как уменьшить негативное влияние алкоголя? Сразу расскажу народные методы Это перед пьянкой съесть пару ложек сливочного масла Я просто из тех людей, когда я прихожу на вечеринку Опять-таки Мартина не даст соврать Я не ем Я уже говорила, что когда я начинаю пить, у меня пропадает аппетит И вообще, в принципе, смысл пить дорогое шампанское и потом разбавлять его едой Дэн кивает тоже по этому методу Ну и понятно, соответственно, похмель очень сильная Вене очень быстро Праздник очень короткий В общем, мой вариант Есть ли какие-либо методы, возможно, что всасывает, абсорбирует рекомендации? Ну, меньше пить, главное рекомендация Не подходит, не пить вообще тоже не подходит Ну, рекомендация есть, все же нужно Есть, все же нужно Да, когда пьешь, нужно есть Нужно есть достаточное количество овощей Поставьте возле себя стакан воды Не обязательно постоянно пить шампанское Можно выпить водички Как-то чем-то себя спасти Вот очень любят у нас в стране активированный уголь Да Вообще, уголь активированный очень плохо всасывает этанол Ну, вот прям очень плохо и практически нет И чтобы вообще, в принципе, что-то уголь всосал Нужно в течение первых 30 минут съесть 50 грамм угля Это, как вы думаете, сколько таблеток? Не знаю 200 200 таблеток активированный угля Прямо за барной стойкой Потому что, если вы съедите через 2 часа То сократит всасывание только на 16% Ну, то есть, вообще, это не работает А сливочное масло она делает? Про сливочное масло тоже забыть Но еще хочу про активированный уголь сказать Что американская токсикологическая ассоциация Вообще запрещает его с алкоголем Потому что, во-первых, что может случиться? Не дай бог на следующее утро какие-то проблемы И нужны будут инвазивные эндоскопические методы вмешательства Уголь окрашивает все внутри Придется мыть желудок после таких мероприятий Не захочется ни пить, ни активированный уголь есть Второй момент, когда пьяненькие жуют этот уголь Может быть, аспирация в дыхательные пути И чревато это закончится Поэтому активированный уголь забудьте, пожалуйста И не принимаем его ни во время, ни после, никогда В наших каких-то рекомендациях когда-то встречалось, что энтеросгель Вот я хотела спросить, он вызывает такой классный рвотный рефлекс? Да, у кого что? Кстати, уголь повышает тоже рвотный рефлекс Вот у меня от энтеросгеля, я помню, когда я прибегала Мне давали ложку этого энтеросгеля и все Ну, то есть я была готова быть самым жутким похмельем Только без энтеросгеля Ну, абсорбция у энтеросгеля больше в 10 раз, чем у угля Но нужно его выпить прям во время банкета Возможно, немножко он абсорбирует этанол Но фундаментальных исследований на эту тему нет Ну, и пьющие люди за кадром подсказывают, что есть такое средство, как глутаргин Глутаргин, это считается гипотопротектором И наша печень... Протектор это защита, я уже слышала Это защита, да Но наша печень, если это не системное влияние и не обильное, способна сама справиться Глутаргин, это опять-таки лишняя водичка, если развести его Сейчас есть жидкие формы разных таких средств Можно просто попить воды Никакого чуда мы не ждем Если уже нас застало похмелье Да Просто пьем воду Если нужна какая-то детокс-терапия Иногда прибегают к капельницам Если есть сильно выраженная рвота Это опять-таки противорвотные препараты Но просто попить глутаргин он абсолютно ничего не даст и никак нас не спасет Существует ли дисбактериоз кишечника и стоит ли его лечить? Дисбактериоз кишечника уже давно диагноз канул в лету В европейских странах и более дальнем зарубежье Но у нас очень любят этот диагноз ставить, сдавать кал на дисбактериоз Так вот я лично, когда получаю такой анализ Я смотрю, патогенной флоры нет Это дальше мы не рассматриваем Потому что по тому скудному количеству флоры Которая описана в кале на дисбактериоз Мы не можем судить о состоянии этого космоса Это миллиарды бактерий, которые нас населяют И он абсолютно непоказателен И я не знаю, с какой целью его сдают И как хотят повлиять в будущем На количество лактобактерий или бифидомбактерий И вот следующий вопрос Мне интересно, правда ли, что все виды вот этих бактерий, которые мы пьем в капсулах Делаем себе там вот есть рекламная компания Выпей этот йогурт с этими бактериями И он уравновесит там вот сначала такой вот типа кишечник А потом он сдувается Правда ли, что эти бактерии не доходят до места назначения? Нет, бактерии могут доходить до места назначения И как-то подселить какую-то бактерию нереально к нам в кишечник Нереально, то есть все, что мы пьем в этот тип Нет, они могут повлиять на микроклимат И есть бактерии, которые положительно влияют Но глобально, если есть у нас действительно проблема Например, сальмонелла или кластридия Какая-то капсула, бактерия, которая придет и подселится как-то И вытеснит эту кластридию Такого быть просто не может Хеликобактер, действительно ли он так опасен? Живет ли он в каждом организме? И правда ли, что он передается через поцелуй? Хеликобактер пилори действительно существует Это серьезная инфекция, которую нужно лечить Потому что хеликобактер живет в слизистом слое желудка Выделяя туриазу, которая потом там нарушается барьерные функции желудка Это все может приводить к нарушению слизистой И вследствие к нехорошим последствиям Если мягко так сказать Сейчас эта тема очень дискутабельна Есть разные штаммы хеликобактера Есть хеликобактер, который будет жить всю жизнь с нами Не принесет никакого вреда Но есть хеликобактер, который агрессивный Который вследствие может привести к раку 89% всех раков желудка причина хеликобактер пилори А вот вы спросите, ну так если хороший хеликобактер Зачем я буду пить антибиотики, если там можно не пить К сожалению, на сегодняшний день ни у нас, ни в мире Еще нет метода, чтобы определить генотип этой хеликобактера Хорошая она, либо плохая Поэтому если положить на чаши весов Те риски, которые могут быть, если хеликобактер останется с нами жить Да, хеликобактер не с первого дня сделает какую-то беду Это десятилетия Но те риски, которые может сделать И те риски от приема антибиотиков Которые мы назначаем Лучше, безусловно, пролечить хеликобактер и не иметь ее На самом деле я лечила хеликобактер И пила три разных вида антибиотика одновременно Это была долгая терапия Делала я это в Германии по назначению врача Там же проходило обследование И после завершения обследования Я помню, ну я вычитала, конечно, что он передается с поцелуем И долгое время ни с кем не целовалась Потом сдалась Правильно Заражение повторное Всего 5% у взрослого населения Это еще должны так звезды стать, чтобы мы заразились Нормально ли, что у человека образуются газы? Да, это абсолютная норма Потому что газы мы, не газы, а воздух мы заглатываем с едой Когда у нас идет переваривание в кишечнике еды Тоже образуются газы И часть газа всасывается в кишку А часть газа выходит И абсолютно норма, что у человека от пол-литра до двух литров газа отходит Когда не отходят газы, это уже патология Когда слишком много газа, это тоже патология Но нормальное количество газов существует И поэтому пугаться, что у меня есть газы Хотелось бы, чтобы их не было Но, увы, газы есть у всех Но есть же такое, что после определенных продуктов Допустим, от сухофруктов После сухофруктов, по детям говорю вам И по своей собаке Какие продукты мы не едим, если мы идем на свидание? Давай Во-первых, это индивидуально для каждого человека Но есть продукты, которые у большинства в популяции вызывают обильное газообразование, усиленное Это могут быть фрукты, это могут быть молочные продукты Это может быть белокочанная капуста Но это опять-таки не патология кишки Мы знаем, наука уже знает, что есть углеводы Фудмэп они называются Которые не довсасываются в тонкой кишке А уходят в толстую кишку И вызывают чуть больше газообразования, чем обычно Но усиленное газообразование может быть обусловлено Еще и патологиями поджелудочной железы Патологией кишечника, патологией желудка Поэтому, если вас начало это беспокоить Нужно обсудить с доктором Возможно, это норма А может быть, это и патология И завершающий вопрос, мой любимый Как же пережить Новый год? Знаете, как у нас Не трожься на Новый Рик Просто воспринять Новый год, как обычный ужин Да, возможно, он будет более богат какими-то деликатесами Но не нужно целый день не есть Вот многие, я не буду есть целый день Чтобы в новогоднюю ночь нормально так дать жизни А как же, мама, уйди, не трогай это на Новый год Нет, такого лучше не делать Это должен быть в этот день и завтрак, и обед, и ужин Чтобы не переесть Опять-таки, формировать тарелку По правилу здоровой тарелки И не есть там одно мясо или одни жиры Кушать и мясо, и овощи И пить достаточное количество водички И стараться не переесть Вот и все Никаких секретов в этом нет Мы рассчитывали на волшебную таблетку Класс, спасибо вам большое Марьяна, было очень приятно вас здесь видеть Спасибо Ну что, друзья, подписываемся на мой канал Ставим лайк этому видео И, конечно же, пишем в комментариях Насколько этот выпуск вам понравился и был полезен И кого бы из экспертов вы хотели бы еще увидеть на моем канале Я вас обнимаю Кстати, всех с наступающим Новым годом Уже можно поздравлять Вот, целую вашего Гоци Оу, яаааа Субтитры сделал DimaTorzok